Друзья, всем привет! Давненько на канале не было хорошего обзора на автомобиль. Вот сегодня ситуация на рынке такая, что купить новую машину может себе далеко не каждый. И многие начинают посматривать на вторичку. И я вам сегодня принес интересный материальчик в виде BMW 320 Gran Turismo. Вот эта машина в этом кузове в нашей стране по продажам была недооценена. Этих машин не так много на вторичке. И найти ее в хорошем состоянии, с хорошей ценой, это говорит о том, что она отлетает просто в один день. Реально так. Вот сегодня я вам хочу просто кратенько показать все ее преимущества, рассказать все ее минусы, пообщаться немножко с владельцем. И у вас будет полезная информация. И возможно кто-то, владея суммой в виде полтора-два миллиона рублей, посмотрит на нее и скажет, а почему бы и нет, почему бы и не купить себе ее. Потому что сегодня за полторашку Rapid можно купить в максимальной комплектации. Или же вот этот Gran Turismo. В общем, приятного вам просмотра. Постараемся по существу, со всеми плюсами и минусами. А порекомендовать я вам хочу коммуникационную платформу для бизнеса Yuris. Вот этот сервис, расскажу вам простыми словами, поможет полностью контролировать ваш бизнес. Это та самая история, когда есть один номер телефона. Это может быть тот же самый номер телефона, которым вы пользуетесь сейчас. То бишь вы просто смените оператора связи. Это может быть городской номер телефона, это может быть федеральный номер телефона, 8800. Есть красивые номера. Один номер на сайте. Вы звоните по нему, клиент ваш потенциальный. Там его встречает автоответчик, который предлагает выбрать нужное ему меню. Связь с оператором, связь с менеджером по продажам, связь с руководством. Он нажимает, люди, ваши сотрудники, могут находиться по всему миру. Кто-то находится в Москве, в Питере, в Архангельске, неважно, везде. И он переключает на нужного сотрудника. Все разговоры записываются, и это действительно поможет вашему бизнесу. Для менеджера это полезная информация, вспомните, о чем был последний разговор с клиентом. Для вас же это полезная информация с точки зрения отслеживания работы ваших менеджеров. Вы сможете понять, почему с кем-то сделка не состоялась. Как они разговаривали, кто кому что сказал. Если вдруг возникает конфликтная ситуация. И все это делает коммуникационная платформа ЮЭС. Потенциал просто огромный. Не зря у ЮЭС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Я оставлю ссылочку в описании и в первом закрепленном комментарии. Переходите по ней, оформляйте заявку. С вами свяжется менеджер, который детально расскажет вам все возможности ЮЭС. Самое главное, что раньше такие услуги стоили действительно космических денег. Но сейчас с облачными технологиями эти услуги стали стоить максимально доступны. И я уверен, что расходы на ЮЭС будут одними из самых низких для вашего бизнеса. Так более того, первый месяц вы получите в подарок. Для того, чтобы вы могли попользоваться и понять, что же несет в себе потенциал. С ЮЭС ваш бизнес заиграет новыми красками. И у вас станет гораздо больше довольных клиентов. Вот этот автомобиль выпускался с 2013 по 2016 год. В 2016 году появилось обновление незначительное. Факт в том, что вот эта машина 2015 года. Вот смотрите, если запрыгнуть на вторичку, можно найти 4 мотора. Первый 320 бензин, как в нашем случае на 184 силы. Можно найти 328 на 245 сил. Можно найти 3-х литровый мотор бензиновый на 306 сил. И можно найти 2-х литровый дизель. Все эти моторы вам всем известны. Какие у них минусы? Кратенько про это проговорим. На момент 2015 года вот эта машина стоила официально по рознице 2 миллиона 560 тысяч рублей. Человек ее покупает за 2 миллиона 240 тысяч рублей. Фишка в том, что сегодня вот именно этот кузов, именно вот в период с 2013 по 2016 год, на вторичке торгуется по цене 1 миллион 400-2 миллиона рублей. Понятное дело, что 1 миллион 400, как правило, мутная история. 95% машин будут с пробегом свыше 100 тысяч километров. Стоит этого бояться или нет? Поговорим. Тратить ваше время и рассказывать про плюсы и минусы, надежность каждого мотора отдельно нет никакого смысла. Потому что я это уже сделал. На канале есть куча роликов, когда мы приезжали в сервис, где люди непосредственно занимаются ремонтами и обслуживанием BMW. Мы с ними общались, задавали прямые вопросы. Какой ресурс у каждого из моторов? Как надо следить? Какие проблемы, болячки? Все рассказано. Ссылочки на эти ролики я оставляю в описании. Более того, вот, пожалуйста, сайт 1 из, Вики Моторс, который специализируется на том, что он собирает информацию по каждому мотору. Сюда вы заходите, вбиваете интересующий вас мотор и читаете про него все описания, плюсы, минусы, болячки, проблемы и так далее. И я вам скажу одно, что в среднем до 200 тысяч. В основном так, что вот машина побегала без каких-либо проблем. Что будет дальше, уже вопрос. У некоторых трехлитровые дизеля, это совсем другая история. У меня у соседа там пробег уже больше 300 тысяч, и он не жалуется, хвалит, но он за машиной сидит. Вот здесь, например, одна из проблем, это может быть цепь. Как правило, после 100 тысяч км. Владелец говорит, уже все знает, можно посмотреть самому вживую, проверить, в каком она состоянии. Ему по гарантии меняли расширительный бачок. Тоже болячка этих моторов, меняли по гарантии. Больше с мотором и в подкапотном пространстве ничего не было. Автомат стоит, ZF, все его узнаете. По регламенту, раз в 5 лет или 60 тысяч менять масло. Ну, так советует сам ZF. Уже информация есть, я себе даже на свою машину уже подкупил масло, буду тоже менять. Когда он ее купил, примерно на 20 тысячах он ее чипанул. Он накинул прошивку, в том еще, получается, 15-й год, он так же не знал, что есть отличия по мотору. Потому что одно время же как было, что 320, что 328, одно и то же разница лишь в прошивке. На самом деле разница есть. Так вот, здесь машина сейчас выдает примерно 260 сил. У нее разгон, как он говорит, 6,6,2. И он накатал уже 116 тысяч км, никаких вопросов нет. Я спрашиваю, как ездишь бережно? Он говорит, нет, я как бы, надо разогнаться, газку в пол поехал. То бишь, какого-то щадящего режима нет. Он приехал сегодня с Твери, расход средний, в районе 9 литров по трассе. Но он ехал быстро. Если же экономить там ехать, допустим, 90-100 км, ну, литров 7,5 примерно, вот такой расход от нее стоит ожидать. Не забывайте о том, что машина тяжелее обычного седана примерно на вес тонны 715 по СТС. Таким образом, вот этот автомобиль, он любит внимание, он любит содержание, что денежка должна быть на него. Если вы покупаете тачку на последней, у вас вообще нет денег, ну, наверное, не стоит рассматривать вообще любого немца, чтобы потом не говорить, ой, подчеркиваю, покупать по низу рынка, естественно, друзья. Это отдельная история, мы ее даже не касаемся. Покупать автомобиль в идеале с человеком, который в них разбирается, обязательно загнать ее на подъемник, посмотреть полностью подвеску, посмотреть мотор, все продиагностировать, это все сделать можно. Таким образом, вы хотя бы будете понимать, что вы покупаете, вам составят чек-лист, сколько денег нужно вложить здесь, сейчас на обслуживание, чтобы она была там, условно, в идеальном состоянии. И все, и поскакал. Стоять возле машины и говорить можно бесконечно, но нужно почувствовать тачку, на ней нужно прокатиться. Вот знаете, я вам прям сходу могу сказать, что явно чувствуется, что здесь хромает шумоизоляция, с точки зрения того, что шум от колес слышен. Мы прям поехали, я прям обратил внимание, что, во-первых, шины с технологией Run-Fat, они все равно шумноваты. Это так и есть. Вот мы сейчас прям разгоняемся, и прям такой вот характер, такой легкий гул, но есть. Смотрите, 60 в пол, прыжок, полетели. Ну, подрыв чувствуется, опять же, вот затяжные повороты, бэха есть бэха. Ты прям идешь и думаешь, ага, попер, попер, попер. Но, если рассмотреть ее с точки зрения комфортной езды, ты сел, настроился под себя. Здесь сидение не спортивное. Что-то там поворотника нет на Шкоде, друзья. Говорят, на BMW нет поворотников, на Шкоде тоже нет. Развалился, поехал, достаточно. Вот в машине с точки зрения комфорта, по сути, есть все, что нужно. Но, с другой стороны, про камеру здесь нет. Парковаться не так удобно, но и спортроники. Но камеру можно доставить. И самый прикол в том, что это, по сути, конструктор. Ты можешь купить машину там в базовой комплектации, а потом начинается. Ставят другие лобовые стекла, ставят специально проекцию. Круговой обзор можно поставить, доводчики можно поставить. Можно поменять сидение. В этом плане полно выбор огромный. Музыку точно так же можно менять. Но это уже, как говорится, лирика. Скажу честно, вот когда нажимаешь педаль в пол, ну, я бы не сказал, что прям вау. Но машина едет бодренько. Я езжу, у меня 7,9, как бы я чувствую, да, что там, может, местами не хватает. Здесь прям чувствую, что она пободрее. Но еще здесь полный привод. Соответственно, машина будет уверена с места сорваться, улетать вперед. В зимнее время никаких вопросов не будет. То бишь, ты вроде как получаешь и управляемость седана. В тот же самый у тебя момент вместительный кузов сам по себе. А что еще нужно-то? Что еще нужно-то, друзья? И вот тебе, пожалуйста, старичка. Купил, подлатал дверь, руль. На химчистку, на полировку. Обслужил машину. Я, знаете, как обычно рассчитываю? Покупаешь машину, нужно обязательно сделать полную диагностику, чтобы понять, сколько денег нужно в нее вложить. После этого поторговал с продавцом, купил, все перетряхнул сразу, полностью. Сразу отполировал от химчистки, чтобы она прям свеженько была. И дальше кайфуешь. Все, наслаждаешься. Не рекомендовал бы я покупать эти машины с пробегом 200 тысяч. Особенно, когда говорят, машина в идеале, ничего не делалось, все круто. Это хуже. Лучше, чтобы было 200 тысяч. Тебе уже сразу сказали, чтобы поменяли турбину, поменяли коробку. Все сделали, перебрали подвеску, чтобы ты понимал, что уже вложение есть. И ты на эти грабли не наступишь. Фишка ее в чем? Вот эта тачка построена была на платформе универсала 3 серии. По крайней мере, так пишут в ее истории. И основное ключевое отличие, это место сзади, вообще вместительность этого салона. Если вы сядете в 3 серию в седан, вы скажете, да это коробчонка. Сидеть там невозможно. Когда 3 года назад я покупал этот автомобиль людям, ну, помогал покупать, мы приехали в салон. И был такой момент, что мы четвером садимся в машину. Два человека спереди, я сажусь назад, и рядом со мной садится там девушка. Я офигел от того, сколько здесь места. Я сажусь назад. Водитель ростом 1,82 м. Сидение он настроил так, что я сяду, прям сидит вальяжно. И сзади место, друзья, ну, просто вагон. И над головой, и вообще в целом. То есть ты садишься, ты развалился по полной программе. Фишка еще этой тачки в том, что здесь сидение, например, задней спинки, они регулируются. Вот можно сделать такой угол. Можно откинуть назад, и на дальнее расстояние ты кайфуешь. И именно так эту машину преподносили, что это для тех, у кого, допустим, есть семья, кому нужен вместительный салон. И кто любит куда-то отправиться, например, в путешествие. Кто хочет получать драйв от автомобиля, потому что вот эта тачка, например, с завода самая базовая, они даже были на заднем приводе, разгоняется 7,9. Пожалуйста, ты покупаешь автомобиль без чипов, безо всего. Двухлитровый мотор 7,9. Вот эта версия с полным приводом, бензиновая, по паспорту 8,2-8,3. Но владелец ее чипанул, и она у него едет, как говорит, 6,6,2. Если поговорить про цены на обслуживание. Вот смотрите, владелец отмечает, у BMW там, мол, фишка сейчас есть. На автомобиле старше 4 лет, как вот в его случае, 4 тысячи рублей он отдает, и официальный дилер меняет ему масло. Фильтр масляный, пожалуйста, замена у него. Фильтр воздушный, фильтр салонный, можно купить самостоятельно. Выбор огромный, можно купить оригинал, можно купить аналог, вы можете зайти, посмотреть сами. Это недорого, и поменять самостоятельно. Самое дорогое, что может быть, это, естественно, если нагнется коробка, если нагнется турбина, если нагнется мотор, цепь. Но это вот самое дорогое, но это стандартно в любом автомобиле. Поэтому за этим нужно следить, просто грамотно подойти изначально при покупке автомобиля. Если вы будете обращаться к подборщикам, как правило, я про это уже рассказывал, когда мы снимали про моё BMW, многие советуют машины покупать в стоковом состоянии. Как только видят то, что чип накинута, какие-то тормоза поменены, понимают, что на машине гоняли, соответственно, больше выбор упадет на штатную версию. Но, тем не менее, сколько я бы не общался с владельцами, у кого есть чипы, если это хорошо сделано с пленными руками, ну вот вам живой пример, на 20 тысячах поставлено, 116 пробег, никаких нареканий нет, всё работает ровно. И точно так же полно людей. Есть, конечно, те, кто накинул, через 5 тысяч всё сломалось, отрыгнуло и так далее, и тому подобное. Поэтому по содержанию бояться машины не стоит, но и в тот же момент самая стандартная история. Покупать на последние деньги по низу рынку не стоит. Иначе ты будешь вот такая лошара, у которой машина постоянно сломанная, стоит, а ты жалуешь, что BMW говно, а то, что ты купил говно изначально, ты про это не скажешь. Клиренс автомобиля здесь 165 мм. Напомню, если взять седан, там будет 140 мм, и многие говорят, что это пузотёрка. Здесь же 165 мм – это не так много, но и в тот же момент не так мало. Этого достаточно. Фишка тачки, спойлер. Это идёт с завода, естественно. Он открывается на скорости автоматом свыше 120 км в час, прижимная сила какая-никакая есть. И на 70, когда ты сбавляешь скорость, он сам автоматом уходит. Ну, либо его можно вот принудительно открыть. Багажник, друзья, ну ты посмотри. Многие люди, когда приходят, думают, нифига себе, после своего там седанчика куда-то нужно залезть. 520 литров, а если сложить сиденье, то получится 1600. Посмотрите. Снимаем аккуратненько. Поднимаем поддон. Здесь стоит газоупор. Всё, можно убрать. Ничего не нужно держать. Это очень важно. Ничего не гремит, не дребезжит. Всё прошито. Ну, специальным материалом, то бишь, тишина в багажнике будет. Вот ещё обратите внимание, здесь идут две светодиодные ленты. С одной стороны и с другой. Владелец отмечает то, что вообще офигел, когда купил в тёмное время суток действительно достаточно света для багажника. Вспомните, да? Как правило, у меня была Мазда, Тойота. Маленькая лампочка галогеновая еле-еле светит. Здесь же всё продумано. Сюда у нас прячется аптечка. В общем, в этом плане свой шарм у автомобиля есть. Те же самые сиденья. Бывает так, что покупаешь седан, а там вообще сиденья не складываются. Даже принудительно. Здесь ты можешь ложить одну спинку, пожалуйста, вторую. Или можно просто посередине убрать одну часть для лыж, например. Коляска – это всё не проблема, всё поместится. Вот это машина немецкой сборки. Очень часто мы с вами спорим, Калининград – это говно, это аналог, это не BMW. Сейчас я вам кратенько покажу состояние автомобиля за 6 лет и 110 тысяч километров пробега. Электропривод шёл сразу с базы, поэтому такая фишка, как некоторые говорят. Вот у нас в багажнике закрываются кнопочки. Здесь, в данном случае, у тебя по-любому он будет. Какую бы версию ты себе не купил. 116 тысяч пробег у автомобиля. Немец. Посмотрите, ручка загуляла. Торпеда точно так же поскрипывает. Это раз. Руль, обратите внимание, тоже весь облазит. Ему ещё по гарантии, в последние два дня гарантии поменяли вот здесь часть. У него как бы кожа тут потрескалась. Это дермантин. Есть версии более продвинутые, там, например, будет кожа Дакота. Здесь просто дермантин. Тут поменяли, здесь не поменяли, сказали, блин, что-то, короче, завафлились там сами дилеры и не стали менять. Дверь уже не держится, то есть так поставишь, она уже закрывается. Вот эта часть, посмотрите, да, отвалилась. То бишь вопрос, где качество, если это немка. А вот здесь я хочу дать свой лёгкий комментарий. Машина с момента покупки в одних руках пробег 116 тысяч километров, настоящий, не скрученный. Говорить о том, что руль затёрт, потому что водитель с грязными руками за него садился, не стоит. Друзья, качество отделочных материалов на этой версии хромает. В дальнейшем, в рестайлинге, часть отделки заменили на более хорошую. Скрипучий салон на трёшках этих лет, после 100 тысяч, проблема всем известная. Но она легко решается. Разбирают люди панели, проклеивают, собирают обратно и вроде как проблема уходит. Тот же косяк на сиденье. Это не порез, это не механическое воздействие. Там дермантин лопнул. И часть из него поменяли по гарантии. Это тоже важно. Отвалившаяся планка, она отвалилась. Ну, вот так вот бывает. Соответственно, это машина владельца. Ну, кто из вас будет свою машину рвать, резать, что-то пытаться на ней ломать? Я думаю, никто. Я ни в коем случае не буду с вами спорить о том, что немка лучше, чем Калининград. Просто я вам отмечаю на живом примере, а вы делаете выводы. Ну, присаживаясь за руль, понимаешь, ты-ка настроил под себя сиденье. Окна, опять же, да, стёкла. Они у нас здесь бьут бескаркасные. Минус какой? Все окна зацарапаны. Ты сядешь, настроишься, ты, понимаешь, на ней можешь вальнуть. Я не говорю о том, что нужно гонять. Но когда ты едешь по трассе, у тебя есть возможность обогнать кого-то. Тем более машина чипована, она позволяет это делать. Ты получаешь удовольствие. Ты не напрягаешься от того, что ты едешь быстро. Она изначально вообще едет 230 км. Более продвинутой версии там 250. Ну, дальше ограничение стоит. Какие минусы? В силу того, чтобы у нас получать дорестайлинговую версию, у нас обычная приборка. В рейте там будут другие фонари задние, фары будут изменения. Ну, в общем, кому интересно будет, вы уже сможете почитать. В целом, конечно, интерьер уже устаревший. Опять же, если сравнивать с новой трёшкой. Но сам факт того, что речь идёт у нас про вторичку. Можно найти машину и вовсе там 2005 года. Там вообще будет ужас по соотношению интерьера. Но в целом, как бы, тут делайте выводы. Для меня вот эта машина, просто зная, что такое коляска, зная, что такое место сзади, кайф. Всем привет, меня зовут Антон. В далёком 2015 году была возможность совершить поездку в Финляндию за полярный круг, чтобы показаться на лыжах. И заслужилось мне ею везти автомобиль BMW X3 в предыдущем кузове. Автомобиль показался мне прекрасным, сбалансированным. Я получил дичайшее удовольствие, когда ехал на нём. Примерно 3,5-4 тысячи километров я действительно кайфанул. Кайфанул от поездки, получил настоящее удовольствие. В то время я ездил на Toyota RAV4 2010 года, прошу прощения. Собирался как раз его продавать. Были долгие поиски автомобилей. Мы рассматривали Lexus, AES, потом рассматривали Jaguar. И я поехал в салон BMW в городе Твери. И, можно сказать, да, сходу я когда зашёл, увидел автомобиль GT в кузове. Я тогда ни разу не видел его ни в городе, ни вживую. Присел, и менеджер, можно сказать, сразу подбежал и сказал, что на этой машине прекрасное предложение есть. Скидка порядка 320 тысяч. Вот так вот. Машина на данный момент в пробег больше 16 тысяч. Из поломок это был расширительный бачок. Менялся по гарантии примерно на 20 тысячах. Также были вопросы по задним тормозным дискам. Они скрипели прямо с самого начала. Во-первых, 5 тысяч начали скрипеть. Дилер также поменял их где-то на 10 тысячах километров. По поводу тормозов. Моё сугубличное мнение, конечно, в машине такого веса, Существодных тормозов от трёшки, от обычной, ни дилонг версии, ни GT, просто не хватает. Достаточно пару раз нажать тапку в пол с высокой скоростью, и тормозам всё. Хана, кирдык, можно больше даже не пытаться что-то применить. Лучше ехать дальше спокойно и не торопиться. На 70 тысячах менял алюминиевые рычаги спереди. Один погнул, передний, с левой стороны, но меняли сразу парно, потому что нет смысла никакого держать два рычага. Гарантии или за деньги? За деньги менял, потому что не гарантийный случай был. На этой машине мне заслужилось проехать однажды путь от замечательного города Геленджика до города Твери. Мы выехали в 5 утра, и дома я в своей кровати уютной был уже в 10 вечера. Пробег порядка 1800 километров, с серпантинами, со скоростными участками. До этого я проезжал на Рафе, этот участок только за два дня мог, с ночёвкой в Воронеже. Сейчас же это было бы просто очень легко сделано, я даже не почувствовал, потому что не было у меня какого-то перегруза. Прекрасная машина для путешествий из-за длинной базы этой. Ну и прекрасную управляемость BMW, конечно, супер прям. Вот с удовольствием поменял бы на GT6. Прекрасная машина тоже, прям очень нравится. И внешний вид у меня очень шикарный, конечно. Цена, конечно, кусачая, но GT6 я выбрал бы с удовольствием. Свет у вас будет Bixenon, противотуманочки обычные, с лампочками. В более свежих версиях уже идут диоды. В общем, по внешнему виду, когда вы смотрите на машину, с одной стороны, можно сказать, что она уже старая, да, там, старый кузов, как глядя на новую трёшку. Но с другой стороны, когда речь идет про вторичку, ты смотришь на неё и думаешь, блин, ну нифига себе. Опять же, смотря где ты живёшь. Нужны тебе какие-то понты, не понты. Друзья, здесь не об этом речь. Не нужно думать о том, что нафига покупать себе BMW, можно купить себе новую машину. Мы рассматриваем её с точки зрения кузова, с точки зрения её возможностей, с точки зрения её комфорта. Вот эта машина, я серьёзно вам говорю, без какой-либо рекламы вы новую такую уже не купите. Только вторичка достойна вашего внимания однозначно. Вот интересная история про рукожопов. У человека была проблема с парктроником. Он приезжает к официальному дилеру на пробеге 40 тысяч. Он, в общем, показывал, что какое-то препятствие есть, неисправно работал. А машина уже была на прошивке. Он приезжает, говорит, ребята, нужно исправить. Я говорю, без проблем, оставляй машину. Один день, завтра заберёшь, всё сделаем. На следующий день ему звонят, говорят, слушай, ты не сказал, что у тебя прошивка стоит в машине. Твоя тачка стала в блок, она не заводится, она никуда не едет, приезжай, забирай её. В смысле? В общем, длинную историю сделать, короткой. Он позвонил в организацию, которая делала прошивку. Она вообще проблем нету, привези машину, мы всё сделаем сами. Но у него есть хороший юрист, который говорит, чего, ну-ка, поехали, приезжает. И он их там по всем законам нагнул, объяснил ему, что, ребята, так дела не делаются, вам машину привезли. Короче, за два дня дилер понял, что неправ, всё отремонтировал, вернул машину на ту же самую прошивку, чипованную, то есть всё осталось точно так же. И с гарантией снял только блок управления. То есть коробка, мотор, всё осталось по гарантии точно так же. Поэтому, друзья, когда вы что-то делаете, во всех вопросах нужно разбираться, везде нужно вникать. И когда вы отдаёте автомобиль на обслуживание, тоже в идеале пообщаться, кто будет ей заниматься, что будут делать, как будут делать, чтобы лишних проблем потом не было. Запомните. Подвеска на автомобиле, что спереди, что сзади, независимая, многорычажная. В целом, каких-то вопросов к ней вообще не будет. Ты её можешь убить только сам, намеренно, если будешь гонять по разбитым дорогам. На бэхах в этом плане подвески там 150-200 тысяч проходят. Друзья, подчёркиваю, важно, как вы ездите, где вы ездите. Если в городе убитая, дорога, естественно, раньше привезёт тебя в сервис. Колёса у нас здесь идут 17-е, непосредственно с завода. Владелец не стал себе ставить больше колёса, посчитал так, что этого ему достаточно. Вот в этом плане ты катаешься, машина дарит тебе комфорт. Можно для красоты воткнуть 19-е, 20-е, вот с такой резиной, но с точки зрения комфорта ему хватает 17-го. 225, спереди, сзади, неразноширокие. Комплектация у нас, можно сказать, одна из самых базовых. А мы переходим в режим спорт, также переводим коробочку в режим спорт. Три, в пол. Ну, задержка есть, всё равно, какая-никакая задержка есть, то есть прям вот... Ну, слушай, ну, соточку мы почти набрали. Не чувствуется разгон, но смотришь по спидометру, машина прям летит вперёд. Короче, пульнуть на ней можно, но я в городе передвигаюсь в режиме комфорт, потому что повсюду камеры, повсюду лежащие полицейские, люди выходят. Это небезопасно. Вот такая гоночка. Поэтому прошивка исключительно, на мой взгляд, для трассы, ну, или там вот со светофором 0,40, там разогнаться по шустрику, кто любит динамику, потому что звук приятный. Самое главное, не забывайте, что у нас речь идет про версию Гранд Туризма. Соответственно, кузов у нас совсем другой, вместительный, многофункциональный, комфортный. Ты всей семьёй можешь загрузиться, и в тот же момент ты можешь... Апана, пошёл, полетел. Покайфовать от управления. И машина стоит на дороге очень круто. Ты её чувствуешь, ты её понимаешь. Это очень сложно передать словами. Раньше, когда я сам смотрел обзоры, там говорят, ой, машина рулится в каждом сантиметре, ты её чувствуешь от рулёпа, потому что тяжело, надо покататься. Вот когда ты потестил одну, вторую, третью, четвёртую, десятую машину, ты уже прям садишься в некоторых, понимаешь, где. Ага, тут чуть-чуть не то. Вот здесь не идеал, не прям вау, но очень хорошо. И вот хочется задать логичный вопрос. Почему, если эта машина такая хорошая, такая вместительная, динамичная, можно выбрать комплектацию побогаче, в общем, столько плюсов у неё, но она не была так востребована на нашем рынке. Здесь на самом деле всё просто. Первое, цена. Это раз, эта машина, естественно, дороже трёшки. Если брать её в хорошей комплектации, то тогда можно было бы посмотреть уже и на пятую серию. Она будет чуть попроще, но люди так делали. И самое главное, тот же самый кузов. Он далеко не всем нравится. Даже сейчас, когда я делаю публикацию в Инстаграм-канал, уверен, в комментариях на Ютьюбе будут те, кто скажет, что это уродство. Не каждому такой кузов заходит. Как правило, люди, покупая автомобиль, хотят либо седан, либо уже полноценно паркетник. А здесь нечто среднее. Поэтому эти машины продавались не так активно. О чём говорят сами по себе продажи. Я надеюсь, что этот обзор получился информативным. И на этот автомобиль вы взглянули с другой стороны. Делайте выводы. Никто вас не призывает его покупать. Есть машина, есть старичка. Можно сэкономить, купить подешевле. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм-канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ваше мнение. Я жду в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля. До новых встреч всем. Пока-пока.